Музыка Здравствуйте, друзья! Железово на проводе. Пошла запись серии номер 6. Опять про прививки. Долго, нудно. Зато не оставлю ни одной тайны. Те, кто думает, что мы просто берем шостыкованные два веточки, обмотали и все. Друзья мои, как они показывают ужас. Возьмут на середине ветки одну из сорока веток. Тонкую, там, с карандаш. Учат, учат прививать. А что на ней вырастет? Два яблока, а третье уже обломится. Продолжаем. Мы остановились вот на этой фотографии. Я показал 10-20 фотографий по принципу прививка в скелет. Именно в скелет. Не вот в эти вот жалкие, ничтожные веточки. Видите, слева. Вот, бессмыслица, которая поражен весь интернет. А ветки скелетные. Достаточно толстые. Ничего, чтобы расщеп. Зато они станут большой частью дерева. То есть, на них можно ждать урожай. Еще покажу вам, какие урожаи. Ахните. Все раз говорю. Достаточно толстые скелетные ветки. Смотрим дальше. Ну, то же самое. Обратили внимание. То же самое. Вот. Почему вот эти не привиты? Вот это, вот это. Вот. Это сильно уж отклонено. Ну, я тоже могу привить. Но вот эти будут привиты этой весной на новые сорта. Это называется третий этаж. Потому что под этим абрикосом манджурский абрикос. Под культурным. Ну, вот. Это и есть скелетная прививка. Вот. Можно было бы еще несколько привить. Но такое ли? Хватило ли этого? Вот это интересная фотография. Видно сразу, что на сливе китайской сливы замечательное дерево. На ней я привил центральный проводник. Это ветка называется центральный проводник. Я привил венгерку. Несовместимость нет, не полная, частичная. Дальше событие будет развиваться так. Вот. Видите? Она жива. Фотография сделана была в середине 21-го года. Будет жить дальше. Значит, вот эти ветки я буду угнетать. То есть, когда придет весна, отрезать, 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 но не полностью, чтобы не делать здесь страшных ран. Или еще пару сортов, пару-тройку сортов могу испытать. А если она погибнет, значит, эту же венгерку, у меня же не одно дерево, этой венгерки, можно будет взять ветку и снова привить сюда. Что мы добьемся? Больше биологической совместимости. Больше. Ну, будем ждать, будем смотреть. А, и третий вариант есть. Если вот эта центральная погибнет, явно следы отторжения имеются, вот, частичное отторжение, то эти ветки боковые можно оставить в покое и получить тоже плоды в этой же китайке, но несколько другие. Но это все на воде вилла написано, в надежде на юноши питают. Три варианта. Это, по-моему, тоже самое дерево. Да, наверное. Вот, еще скелетные прививки. Видите, какие я выбираю? Я выбираю вертикальные по возможности. Наиболее вертикальные. Как можно ближе к основанию ветки. Допустим, вот это пять годов, четыре года, три года. И вот здесь оставляю несколько опочек на развитие и внедряю. Ну, а дальше что будет, то будет, посмотрим. Вот это вот я об использовании больших пятилитровых или шестилитровых полисмассовых банок. Очень удобная вещь, если прививка достаточно крупная. Обычная банка уже не накрыть. А я вам буду показывать и показывать, как мы накрываем и накрываем и накрываем, делая внутри то, что я называю микроклимат. Снова скелетная прививка. это знаете, что здесь сеянец даже не привитый ни на что. Это привезенный с Украины мною жаргель. Вот. Она еще не плодоносила. Я уже улучшаю. Я хочу, чтобы она сильно отличалась от своего этого предка, скажем так. вот. Ну, это уже можно без комментариев. О, привет, Андрей, привет, Железовый Константинович. Это прививка за столом. Вы видите, в общем-то, переростки груш. Так. Их можно было бы выбросить, но я наполнил чуть не сказал, кто украинец. И поэтому взялся их спасти. Толстоватый. Сергей не любит такие толстоватые, а мне все равно. Вот. И помощник. Работаем вдвоем. Я отрезаю подвой. Я делаю расщеп. Я делаю два клинышка. и вставляю. А мой помощник обматывает лентой и замазывает торцы. Запомните, мазать надо только, помните, я вам показывал странные эти самые рисунки западных специалистов. Обмажут прямо кору, но это неправильно. Это гниение. Обмазываются только торцы. Все. мазать. Ну вот моя работа. Там вода в этом тазике. Сейчас Андрей отнесет и будет садить. Так, следующая фотография. Ну, как видите, не болтун, персик пошел. Пошел, пошел. 19 мая вот он пошел персик. Поздновато взялся прививать. Получается, что вот этот росточек немножко отстает на неделю где-то от них. А я привык, когда даже накрываю пленкой, еще опережаю. Это очень важно, чтобы проверяемый сорт, испытанный сорт до осени успел вызреть. Вот эта фотография, вот и жалко, что получается, что я вроде бы сам себе запретил, показывать подряд как бы по теме. И в совсем другом месте можно вебинаре сегодня у нас 13 февраля 14 будет вебинар, но он не последний. Прибавляем 7 дней и тогда 21 понедельник будет следующий вебинар. А я на этих вебинарах показываю, там уже более целеустремленные. Здесь все подряд, чтобы не уснули, а там пожалуйста засыпайте. Вот. Но там вся гвардия, там никто не заснет на вебинарах. И здесь получается, что есть фотография, где все это аж буквально легло на землю, все в плодах, аж просвета не видно. Вот. но пока она цветет, пока, я еще скажу, не вздумайте делать ей штамп. По современным меркам, глупым, странным. Странное это самое лучшее слово, потому что остальные слова матерные. И так полагается отрезать это, 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 и начинается штамп должен от отсюда. Высочайшая, величайшая глупость на свете. Но мы уже это проходили. Так, ну вот, пожалуйста, здесь я делаю прививку на абрикосе, но, кого я прививаю, сливаю венгерку. У них хорошая совместимость, вот вам доказательства. Видите, она не отстает, вот тут, вот побежки только начались, вот тут, вот тут, вот тут, вот они, и тут такой же побежки. То есть, это слива на абрикосе может дать такую сенсацию, одна сенсация состоялась, но не в моем саду, а у Чернобаева. Это сад дублер, куда практически все ценное было перенесено с моего сада. Вот, и пойти практически все это ценное берет и прекрасно плодоносит. Вот, и вот одна синяя венгерка оказалась розовой, хотя я ему никаких розовых венгерок Чернков не давал. Вот, а он взял и все мне испортил. Как сказать, испортил я шутя образно ёрничая испортил сорт венгерке, который я привел с Украины. Оно должно быть сене, у него розовое. Почему? Ну, догадываюсь, он привел на абрикос бай. Прекрасно пошло, выражает прекрасно. Кстати, косточками торгую. Вот, имейте это в виду. Да, и червяками кстати тоже. и кстати скоро заканчиваю. Ну, вот так выглядит абрикос, который можно было выдать даже за колновидный. Это наше любимое. Знаете, как попадется, это ненадолго, да, появятся плоды, распластается и проколновидность может быть. А вот сейчас можно дурить людей. Вот, ну, естественно, мы не дурим в нашем саду нет ни одной колновидной саженца на продажу. себе для этого. Ну, так, для удовольствия. Вот. А так, как видите, абрикос может и вот так расти. И не надо, он потом буквально ляжет на землю. Вот, я запрещаю простым людям вообще потому что не так режут. Вот. Это просто ужас. Идем дальше. То есть, не умеете не режьте. Умеете, тогда аккуратненько можно взять и его это, научите, когда вы так отрежьте, допустим, одну треть, загустите страшно. Вот, пожалуйста, еще одна. Начинает плодоносить яблонька. Вот, и это здорово. И как видите, нет, мыслях даже нет. Кстати, видите, как выглядит этот самый ковер цветочный. Красиво? Мне нравится. Потом еще неделю-две он будет скошен, а иначе нельзя. Вот, скошенная трава вступает в пищевую цепочку и на здоровье. То есть, она постепенно перегревает или раз, второе, ее съедает черви два частично. Вот, и в результате получается такая круговерть, круговорот. А если держать под черным паром, это гигантский тупой каторжный труд, причем по уничтожению деревьев, потому что сразу лишается еды. вот эти цветочные почки это доказательство того, что все здесь правильно. И по отношению на третий год, вот, причем гарантированно по отношению. И прививка у земли. Во, мы что, прививка, как говорим, прививка у земли. Так, вот здесь были взяты черенки на прививку. Отрезаны раз, два, три. Естественно, отрезаны они были раньше. Скорее всего в декабре или в ноябре по погоде. Вот, то есть я режу после первых сильных морозов на прививку черенки. Обычно так выглядит. Вот, 10, 20, ой, холодно. А потом раз, уже деревья уснули, потом раз, 5, 8. Вот, я 5, минус 5, 8 и режу. Вот, уже более-менее комфортно. Ну, это вы видите цветение в питомнике Железова Сергея, сына. Обратите внимание, как обскублены яблони. А вот, они стали, у них следующий этап, нет, не давать планы, нет, это просто говорит о том, что они действительно скороспелые, и надежные вот это цветение. А так они нужны для того, чтобы с них брать черенки. Они остались, 1, 2, 3, вон там дали, вот там опять дали, и получается, что они остались на месте. Питомник вытеснен, видите, уже не тяпается земля. Питомники первый, второй год тяпается вовсю, чтобы черный пар был, потому что это необходимость. а потом все, вот сейчас с этого момента, вот тут вот выкопали, тут выкопали, там вот черненькое, видите, в левом углу, где стрелка, там выкопали, а это остается навсегда лучший из лучших. Ну, эта фотография нуждается в некотором, как бы сказать-то, в некотором объяснении. Вы знаете, попробуйте вы в Сибири найти черешню. Да. Это фотография моя, она сделана была в начале лета, уже не в начале, будем, почти в середине, июнь. Вот. Черенок мы с Сергеем добывали у Боднера Царства Небесного. Посмотрите, какого качества должны быть плоды, если вот такие огромные листья. фотографии эффектные очень. Вот, мне нравится. А то, что выдают, причем выдают наглые, вот знаете, у нас есть газеты, я читал, допустим, не буду даже район называть, даже область, неудобно как-то, вроде, человеку надо заработать. Он севернее меня на несколько градусов, да, вот, морозы каждый год там 40, а у меня черешня, а у меня черешня, а никто я не видел, а он красиво рассказывает про нее, и все, а потом еще и саженцами торгует. А он может быть даже наивен настолько, что не знает простой вещи. Вся Сибирь вишню на длинной плодоножке называет черешней. Вот, или он обманывает, или он попал под это самое, вот и получается, что у него черешня настоящая. А какая она настоящая? Только вот здесь, вот, на юг Хакасии, из-за мерзающей Несей, температура смягчается, я никогда этого не скрывал, наоборот, говорю, хлопцы, хлопцы кучи, приезжайте сюда, и тут растите сады, если уж хотите в Сибири иметь. Редко бывает 40, далеко не каждый год. Вот, черешни, конечно, на грани, могут урожай пропустить. Вот, мои черешни покрытыми разобоевными, ну, что поделать, зато, видите, есть, и так, на всю Сибирь полтора сада, настоящий сад, у Боднера, ну, наверное, сейчас у родственников, вот, и у меня, назовем это, полсада, несколько, меньше десяти черешин, вот, и каждый год плодоношения, черенки не продаю, заметили, что у меня в каталоге нет черенков, черешни, вот, но, средняя полоса России давно вся должна быть черешником, повторяю, специалист, который считается ведущим в России, это специалист из этого самого, из Брянского института, так, в своей книге написала 26-28, а цветы 25 погибают, вот, и пока это предел, ну, согласитесь, что в Сибири этого не должно быть, но у меня похолоднее будет, вот, так что, если взять, вернуть ее обратно, немножко черешин есть на Урале, на Южном Урале, вот, у отдельных представителей сумасшедших, городских, вроде меня, тоже есть черешня, это, может быть, Подмосковье, возле Мичуринска есть черешни, вот, в институте есть в Мичуринском черешни, но распространение не получают, мне кажется, из-за подвоев, когда заинтересуются моими подвоями, тогда и вот этим, вот это означает, фотография, что черешни могут жить спокойно в средней полосе России, не живут только, потому что нет настоящих подвоев, зато есть губительная агротехника, жуткая, страшная агротехника, это когда снизу целый метр все отрезается, потом это, причем это цитировал я не раз из книги, из пяти-восьми веток каждого яруса оставляется три, а на их месте страшные раны, вот, это не дает двигаться на север, а авторы не понимают и те, кто им следует, вот, это ваш шанс, в средней полосе иметь можно, маточное дерево, розмарина, я отношу к супердеревю, специальная обрезка, я бы показывал, как она выглядит, сейчас еще раз, в принципе, она вот такая, видите, в принципе, получается, смотрите, отрезали, следующий год они будут чуть короче, вот это были полутораметровые, а вот чуть короче, но их три, и уже метровые, еще можно год, потом еще можно год, а потом уже это, на пенсию, то есть, пусть просто подоносят, а черенки я буду брать с их потомков, с более молодых, это особая технология, сейчас мы изучаем только технику привелок, и не более того, вот, и вот получается, если вот так вот, каждая веточка дает, от двух, до четырех, до пяти веток, вот, следующего поколения, получается, вот это есть, маточное дерево, фотографию сделал, впереди еще пол лета, даже больше, еще осень, и это прекрасные, отличные побеги, для этого, для переноса в другие сады, вот, дикая, дикая всредская груша, в чем она интересна, у меня получилось так, вот, хотите верьте, хотите проверьте, но, человек десять, мне заказали черенки дикой груши, казалось бы, бессмыслица, привил, вырастил, а есть нельзя, но это не просто люди, это, те самые, мы, городские сумасшедшие, которые знают, что если в одном саду растут и дикарии, полукультурные, и культурные, это в будущем, после нескольких лет плодоношения, обеспечит им биологическую совместимость, дальше говорить не буду, потому что это называется, я раньше в своих статьях, в скобках писал, хохот в академическом зале, понятно, почему хохот, но тем не менее, последователи есть, черенки дикой груши, берут, на что попало, прививают, получают урожай диких, может слегка испорченных, вегетативной гимилизации, но все-таки несъедобных, так, хотя могут и съедобных, привил на культурную дикаря, можно получить съедобную, или полусъедобную, но тем не менее, цель такая, иметь свой подвой, в виде дикарей, которые выдержат морозы, минус 50, ну, если подпорченая, вегетативной груши, прививка на сладких грушах, оказался дичок, ничего, страшно, ну, потеряет 1, 2, 3 градуса морозостойкости, но подвои, собственно, и будут, и так расходится по стране, но медленно, продал не больше десятка черенков, и вот почему я говорю, пока я продавал эти черенки, отрезал, вот, дерево угнеталось, и выбросило новую ветку, это тот самый проклятый многими, очень многими авторами, которые считают себя специалистами, проклятый волчок, его полагается срочно отрезать, чем пока маленький, вот, не отнимал силы, в общем, все это ерунда, зачем я буду его отнимать, это часть дерева, так же, как его, я не знаю, если бы у вас выросла третья рука, например, причем полноценная, да, что бы вы сделали, влюбили бы подножку, а нет, мне три много, давайте мне две руки, вот, а третью давайте трежем, чертовой матери, отрезайте, я выгляжу некрасиво, а представляете, что еще лишние пять пальцев, сколько всего можно делать, вот, пальцы эти только в носу ковырят, вот, вот, а здесь получается, я считаю, не стоит отрезать, и не нужно отрезать, вот, она, дикарь, еще 20-30 лет проживет, хотя немножко, я же веток отрезал, видите, вон они, видно даже, отрезы, вот, но, вот такие отрезы, дикую грушу, угробить не могут, если и могут, то вместо, допустим, 50 лет, проживет 45, или 40, вот, все равно нас переживет, и все равно, волчка, волчка отрезать нельзя, вот, они ценные, а те, кто считает их бесценными, жирующими, они один год увидели, ну, два, а на третий год, любая, это, любой волчок, почти любой, должен заплодоносить, а этого не знают, потому что они, ученые-то, кабинетные, смотрим дальше, вот опять, вот, вышло так, что Сергей, пока пытался продать саженцы, вот, они уже заплодоносили, вот еще, видите, на переднем плане, тоже, всего-то, второй год, он уже взял, начал свистеть, плодоносить, на дальнем плане, вот посмотрите, сколько плодов, вот, вот еще один пример, ну, это у меня, фотография, знаете, 28 февраля, вот сегодня у меня, 13 февраля, но, я уже, веточку поставил, стаканчик, и заранее, уже отпускаются, цветочные почки, но это уже чистая формальность, я делаю это каждую весну, вот, суперморозов не было, где-то полтора-два месяца, держалась от 20 до 32, их нельзя назвать, суперморозами, обычно дело, особенно в моем саду, другое дело, что, очень долго это было, держалась, таким образом, температура, для меня это нормально, и все-таки, я каждый год, ставлю в баночку, одну-две веточки, вот, кому это надо, я эту фотографию сделал для вас, она учебная, потому что, вот сейчас еще, поздно, не поздно, но, если я вот эту, видите, 28 февраля срезал, в начале марта, а представим себе, что человек, а многие меня не то, что не слушают, они говорят, ну да, но заготавливать кто-то не хочет, кто-то говорит, а я ее весной срежу, прививаю, а у меня так было, и все обходилось, вот, а я говорю, а вдруг она замерзла, а вдруг почки половина замерзла, тогда уже половина мертвых будет прививок, вот, кто меня слушает, кто нет, тогда я говорю, вот возьмите вот так вот, сделайте, если увидите, что не проснулись, или мало проснулось почек, значит, вы опоздали, вы оптимист, но оптимизм вас этот, самый, связан с потерей лишь всего года жизни в саду, вот, ну вот это вы видите прирост последнего года, вот отсюда, где у вас рука, левая, еще ниже, вот это отсюда начинается прирост, и вот отсюда, это за один год нарастает целый скелепс, вот этот целый скелет, это, это все за один год, как это было, сейчас у меня уже заканчивается время отпущенное, на то, что, ну, короче, сам отключается, вот, я считаю, ну, хорошо, ограничиваюсь получасом, и вам не надоел, так вот, здесь у меня глина была, я объясняю, как, получается, значит, в другом месте покажу, ну, как, он не там, нет, в другом месте покажу, и на другой серии, посадил на глину, но привал на месте, первый год росло плохо, но прижились, второй год плохо, и, наверное, все-таки, перебороло дерево, или дальше пошло, ниже глины, я даже не знаю, что там ниже глины, сколько я там, на штык лопаты знаю, а дальше нет, почему, потому что я садил на холмы, не на эти, не в ямы, и мощный прирост без единого полива, вот, та бочка стоит на дальнем плане, она всегда пустая, вот, уже два года пустая стоит, а это третий год дерева, на третий год мощно пошла одна, а вот на этом фоне вторая, еще таких полтора десятка, так, ну что, будем заканчивать, друзья, истекает наше время, потом будет еще, 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 значит, вот это вот, примеры, это же привитые дерева, опять же, давай, дружится, еще запомните, как можно ниже, как можно, фотографии потом покажу, сделанные тремя годами раньше, ну, в другой серии, как можно ниже, не выдумывайте высокие прививки, вы испортите деревья, это уже будет второй сорт, третий сорт, вот, оно, естественно, с моей технологией, с моими черенками, и на первом этапе старайтесь так, но нет у вас абрикосов, привайте на сливу, на терненье, на сливу, вот, можете, чтобы спасти черенки, даже на вишню привать, на степную, на песчаную, лишь бы только сохранить у себя, если я последний год, а такое может быть, что вот сейчас, начало 2022 года, через месяц-два, я заканчиваю рассылку черенков, причем, чем позже, тем опаснее высылать, весна, вот, и может быть, никогда вы не достанете черенки, никогда, и таких уже никогда и нигде, потому, потому что я называл три фамилии, они, это, Байкалова, Латинкова, Боднера, суперспециалистов, они все в могиле, вот, как пробовал бодро продавать черенки, черешни, той же, на, на это, абрикосов, на рынке, что это такие деньги, за эти, за эти, за мусор, за веники, клевали его так, что, бросил это дело, но я держусь тем, что все-таки, за мной вот эти фотографии, видите, зубные качественные прививки, качественные, повторяю, которые я вас учу делать, и материал, который я собирал 37 лет, вот, привозил с Москвы, привозил, это, с Украины, вот, здесь менялся, посылки получал, и улучшал, про улучшение, как сделать, чтобы прививка помогла улучшить саженцы, не саженцы, само собой, и качество плодов, это мы еще будем говорить, потому что, шестая серия, а мы еще половину фотографий не рассмотрели, извините, что долго, по-другому не умею, до свидания, друзья, до новых встреч, и до новых заказов, червяков и косточек, на подвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова